Эта зеленая территория сверху выглядит вполне ухоженно, как будто настоящее спасение от каменных городских джунглей и суеты. Поближе картинка меняется. Вместо сквера едва проходимые тропинки и густая поросль. Все это еще предстоит убирать, спиливать и вывозить, чтобы создать в городе еще одну зону отдыха. Новый сквер появится буквально не на новом месте. Еще в советские годы здесь и был сквер, о чем напоминает вот эти асфальтированные дорожки. Правда, со временем здесь все чаще стали появляться любители совсем нездорового отдыха. Мусора здесь и правда, наверное, больше, чем рыбы в рядом журчащей Барнаулке. Волонтеры едва успевают менять пакеты. А вот для некоторых жителей Приречной эти тропы стали привычным маршрутом от дома к работе. Как все обустроить, здесь уже знают представители фонда греко-римской борьбы. Их офис буквально в 100 метрах. Они-то и обратились несколько лет назад с инициативой в администрацию города. Здесь очень много нам нарисовали плиточного покрытия. Мы его не будем использовать. Решили, что сквер будет под направлением эко. То есть мы оставим ту зелень, которая здесь в принципе растет. Мы оставим те деревья, которые есть, потому что они здесь шикарные, создают очень красивую тень в сквере. Инициаторы проекта говорят, переживали, что еще одну зеленую территорию города покорят многоэтажки и торговые центры. Но в администрации города успокоили. Территорию под застройку не отдадут, а наоборот, помогут. Уже скоро будет составлена смета, назначен подрядчик, а едва проходимые тропы станут полноценными дорожками. Появится велодорожка. Появится велодорожка, которая сможет увезти любителей покататься на великах, опять же, на Арбат. И там совершать свои маршруты. Здесь будут удобные лавочки, урны, видеонаблюдения и клумбы. Тут уже без сметы ясно, что деньги понадобятся немалые. Проект все еще в поисках предпринимателей, которые смогут помочь. Помочь не деньгами, а именно своими силами. Кто-то, возможно, займется светом, освещением. Кто-то поставит здесь видеонаблюдение. Есть ребята с Новосибирска, которые готовы поставить здесь лавочки. Вообще, создание подобных зеленых территорий в городе набирает обороты, говорят специалисты. За дело принимаются те, кто зачастую просто хочет сделать город лучше. В принципе, это такой всемирный тренд. И он не недавно появился. Это уже последние десятилетия во всем мире, когда человечество все больше и больше стало задумываться о той среде, где мы живем, о том, как на нас влияют города, на наше здоровье, самочувствие, психологическое состояние. А вот сквер на Приречной появится уже следующей весной. Большим подарком он будет как раз для тех, кто живет неподалеку, поскольку раньше зоны отдыха у них не было. Анара Шагирова, Андрей Печоркин. День с толком.